Эти парни легких путей не выбирают, не пускают в дверь, они зайдут в окно. Послушное поведение преступников на задержании – обычное дело. Спецназ появляется более чем эффектно. Преступники, застегнутые врасплох, даже не соображают сразу, куда бежать и в какой стороне дверь. Правда, бывает, что сотрудники встречают и сопротивление, иногда вооруженные. Дурак только не боится. Все боятся, почему нет. Потому что, а вдруг он не боится, а сидит готовый с ружьем, грубо говоря. Потому что, когда разбиваешь окно, там, как правило, есть еще и шторка. То есть, не видно, что происходит в комнате. Ну, определенный страх, не страх, я даже не знаю, как это сказать. После того, как бойцы в считанные секунды обезвредили человека, в дело вступают четвероногие сотрудники. Если в помещении есть запрещенные вещества, даже в самых маленьких дозах собака найдет их потаенное место. Собаки в кинологической службе наркоконтроля способны не только отыскивать наркотики, но и задерживать преступника. Такова их собачья работа. Железная хватка, острые зубы и бесстрашный характер. Две бельгийские овчарки, малинуа, полноценные сотрудницы спецназа. Для них задержание всего лишь игра и всегда удовольствие. Даже наркотики ищут только ради того, чтобы потом хозяин поиграл с ними в мяч. На службе используются только девочки, потому что у них нет таких проблем, как у мальчиков. Они увлекаются девочками и отвлекаются, соответственно, от работы. И у девочек таких проблем не бывает. Зима для спецназовцев выдалась горячей. В день случалось до 10 задержаний в разных точках области. В Самаре обезвредили две крупных межрегиональных дилерских сети, которые занимались оптовым сбытом новых видов синтетических наркотиков. В ходе операции изъято свыше 39 килограммов синтетики. Количество задержаний, да, оно идет постоянно, увеличивается, потому что увеличивается количество вот этих вот наркотиков новых, синтетических, по которым сейчас активно работаем. За 12 лет своей деятельности управлением ФСКН по Самарской области из незаконного оборота изъято почти 3 тонны наркотиков. Благодаря успешным операциям до потребителей не дошло 12 миллионов доз. Марина Матвеевична, Павел Пресняков. События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова